Привет, это канал I Like Pet, я Таня и сегодня мы будем говорить о важном элементе в жизни любой собаки, которая живет на участке рядом с домом, об утке, а вернее о правилах ее выбора. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Будка это настоящий дом для собаки, которая живет на участке. Как и полагается любому жилищу, она прежде всего должна быть комфортной для тех, кто в ней живет. Удобной будет будка или нет, зависит от хозяина. Как выбрать идеальное жилье для своего любимца? Давайте рассмотрим подробнее основные правила выбора будки. Правило номер один. Будка должна подходить собаке по размерам. Чтобы понять, какая длина и ширина должна быть у жилища питомца, необходимо измерить площадь, которую занимает собака в спящем положении. Для определения высоты нужно знать рост собаки в холке и прибавить к этой цифре 10-15 сантиметров. Также важно отметить, что в регионах, где бывают отрицательные температуры, будка не должна быть слишком просторной. Она должна быть достаточной для того, чтобы собака могла войти в нее и развернуться. Слишком просторная будка будет плохо прогреваться и собака будет в ней мерзнуть. Правило номер два. У будки должна быть съемная крыша. Это важный момент. Помимо того, что будку нужно регулярно осматривать и чистить, питомцу может потребоваться срочно ветеринарная помощь, когда он будет находиться в своем жилище. Без съемной крыши все перечисленные действия осуществить будет очень трудно. Правило номер три. Вход в конуру, или как его еще называют лаз, должен быть удобным для собаки. Он не должен быть слишком большим, чтобы зимой не упускать тепло и не пропускать холод, или слишком маленьким, чтобы собаке неудобно было попадать внутрь или выходить наружу. Обычно высоту лаза делают на 5-10 сантиметров меньше роста собаки в холке, а ширину больше ширины собаки в груди на 5-10 сантиметров. Правило номер четыре. Будка должна быть сделана из качественных и подходящих материалов. Корпус будки лучше делать из хвойных пород дерева. Они более надежные, отпугивают насекомых. Крышу можно покрыть шифером или кровельным железом. В любом варианте необходимо сплошное основание из досок, как теплоизолирующий материал. Обшивку внутри конуры можно сделать из вагонки. Теперь вы знаете основные правила выбора будки для собаки, а значит сможете обеспечить вашему питомцу комфортное жилище на участке. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!